Всем добрый день! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару. Сегодня у нас в гостях один из самых известных предпринимателей, всем прекрасно известный, Юрий Викторович Бажин. Здравствуйте. Да, сегодня мы будем говорить на тему, мы вчера в редакции обсуждали историю про очередной приближающийся условный сухой закон, который на несколько дней в Забайкальском крае вводится несколько дней в году. На выходных грядущих у нас выпускные, которые то ли разрешены, то ли запрещены, никто уже не может разобраться, но предположим, что они все равно будут происходить и всем на этих выпускных нужен алкоголь, видимо, именно поэтому власти региона ввели запрет полный на торговлю алкоголем в эти дни, то есть фактически в регионе действует сухой закон, но это только де-юре, а де-факто алкоголь все равно в регионе продается, и мы все прекрасно знаем, где именно он продается, я не буду называть название бизнесов, с которым связано, понимание того, что происходит в день, когда запрещена официальная торговля алкоголем. В официальных магазинах алкоголь купить нельзя, все покупают где-то в другом месте, раньше это были избушки, а теперь это красиво оформленные магазины, бары, так называемые, да, круглосуточные такие заведения, в которых можно круглосуточно купить все, что угодно, и мы вчера пытались, честно говоря, найти какого-то представителя вот этих вот баров, но не нашли, может быть плохо искали, поищем еще, а Юрия Викторовича попросили просто прокомментировать эту ситуацию, как человека, который профессионально вообще торгует, ну занимается ритейлом продуктовым, и в том числе торговля алкоголем, то есть у Юрия Викторовича достаточно большое количество супермаркетов, привоз и хорошие. Да, хорошие супермаркеты, магазин хороший, магазин привоз, ну в общем все знакомы с супермаркетами Бажина, чего уж тут говорить. Юрий Викторович, ну собственно говоря, вопрос-то вот про этот запрет, к чему он приводит, как вы на это реагируете, что происходит вокруг ваших магазинов? Я, как гражданин и житель Завокарского края, поддерживаю сухой закон в эти праздничные дни на территории Забайкальского края. Да, конечно, выпускные, если мы запретим торговать алкоголем, меньше будет преступлений, меньше будет правонарушений, то есть это очень важно, например, день защиты детей, день молодежи, день города. Я полностью поддерживаю наличие сухого закона в эти дни на территории края, но я, как представитель всех сетей города, хочу сказать, что закон должен быть един для всех. То есть, если сухой закон ввели, то не должны торговать ни мы, ни общепит, ни бары, ни псевдобары, никто. Общепит в том числе? Да, в том числе и общепит, я считаю, не должен торговать. Это должен быть единый сухой закон для края. Для чего? Ну для того, чтобы действительно появилась честная статистика, что у нас снизилась преступность, снизились правонарушения. А что получается? Если вы закрываете торговлю на вот эту субботу-воскресенье, будет закрыта торговля в официальной рознице. У меня во всех магазинах края и города 4. Но купить алкоголь можно совершенно легко в соседнем баре, причем дороже процентов на 40-50, в субботу-воскресенье купить можно совершенно. То есть на самом деле этот закон это фейк, это политический закон, который на самом деле обманывает. Но не работает. Он не работает, да. Мы создали закон для чего? Для того, чтобы люди пошли в другие места и купили там дороже на 50% алкоголь, так это удар по их бюджету и кошельку. Если вводить сухой закон, мы призываем, сетевая розница в моем лице призывает вести его полноценно на территории всего края в эти дни во всех предприятиях, где продается алкоголь. Слушайте, но вы же понимаете, что там несовершенное законодательство по большому счету. Да, я понимаю, но если это невозможно, я понимаю, что это возможно невозможно сделать на территории Забайкальского края, но у нас есть депутаты Государственной Думы, которые избраны нашим краем. Например, Николай Васильевич говорит, давайте обратимся к нему. Я думаю, что Николай Васильевич меня услышит и давайте пролоббируем в Государственной Думе закон, что если вводится закон сухой на территории края, то он касается всех людей, всех предпринимателей, кто занимается продажей любого вида алкоголя. Вот это сухой закон. А то, что сейчас он называется, это мокрый закон. Слушайте, я правильно понимаю, что вот эти вот, ну, так скажем, торговые точки, где алкоголь в дни полного запрета все-таки продают, они находятся в том числе рядом с вашими супермаркетами? Они находятся рядом со всеми супермаркетами и продают они алкоголь на вынос, эти псевдобары, круглосуточно, в любой день, в любой праздник. И для этого не нужно ничего придумать. Нужно просто, ну, я предлагаю, редколлеге Читару в эту субботу-воскресенье проехаться по пивбарам и снять прекрасный ролик про продажу в сухой закон алкоголя в Забайкальском крае. Это могут сделать чиновники наши, уважаемые депутаты. Да они это много раз сделали уже. Ну, делали, значит, надо над этим работать. А как это должен выглядеть этот запрет? То есть, вы имеете ввиду запрет тотальный на вообще любую продажу алкоголя, да? Да. То есть, я правильно понимаю, они туда заходят в бар, берут бутылку водки, откручивают крышку, да? Да. И продают как будто бы для распития на территории бара. Да. Но фактически человек выходит. Фактически уже давно продают целые бутылки, никто за этим не следит. То есть, никто уже даже и крышку не следит? Да, уже мы это следим, это однозначно. Это просто идет, это магазины, которые называются барами. И это, с этим бороться невозможно, это законодательно. Правильно? Ну, например, пускай это, допустим, не вот этот пив-бар, а официальный ресторан. Но то же самое, можно пойти в ресторан и купить бутылку. Да. То есть, вы говорите, давайте на эти дни сухого закона вообще, то есть, кто пойдет в ресторан без алкоголя? Ну, редкие люди. Просто закрываем. Коль уж вы говорите сухой закон, то пускай он будет настоящий. А иначе не получится. Потому что, если мы оставим любой вид общепита, то эти бары, эти магазины, псевдобары, они будут торговать. То есть, у нас такой закон, мы не можем отделить ресторанный бизнес от баров, которые называют себя барами, на самом деле, магазины алкогольные. Не, но там столы-то стоят какие-то. Ну, это столы стоят для того, чтобы соблюдать, так сказать, юридические нормы. Это понятно, да. Но другого пути нет. Если делаем сухой закон, значит, никто не продает. Давайте тогда назовем сухой закон для официальной розницы. Вот это будет честное название. Вот это правильно. Слушайте, а так вот, вы думаете, есть смысл вводить в 365-суточном году два дня сухого закона? Мне кажется, нет никакого. Не, ну, в празднике почему нет? Нет, я считаю, что есть. Я поддерживаю. Слушайте, вы же знаете, понимаете, что люди будут делать? Заранее покупать просто? Нет. Большинство людей не будет заранее покупать. Они будут сталкиваться, что ли, и проводить безалкогольные праздники. Большинство людей все равно не пойдет там покупать алкоголь где-то там уже паленый реально там или варить самогон. Нет. Просто реально, если кто запасы, тот запасы. Кто не запасы, до свидания. Хорошо, Юрий Викторович, слушайте, ну вот вы там говорите политики. Ну и сами пошли бы в политику и там бы все. Стали бы депутатом Госдумы. У вас достаточно ресурсов, чтобы избраться. Идите в Госдуму, да и меняйте законы. Андрей, я хочу вам сказать, следующее. Ну, я в политике не профессионал. Чтобы стать политиком, нужно этому учиться. У нас есть достаточно опытных политиков, вот как Николай Васильевич Говорин, которые много лет посвятили себя политике и разбираются в этом вопросе. Я занимаюсь бизнесом и всегда буду заниматься бизнесом. И никогда я не занимался политикой и не буду ей заниматься. Я считаю, каждый должен заниматься своим профессиональным делом. Врачи, врачами, политики, политиками и так далее. Есть такие стихи. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу, служителю и пророку каждый выбирает для себя. Короче, Бажин не будет заниматься. Нет, никогда. Никогда. Хотя вы немножечко вот все-таки пытаетесь давить на политику. Нет, это экономика. Я считаю, экономика. Этим самым мы поднимем уровень жизни в нашем крае. То есть, я поддерживаю сухой закон и считаю, что он должен быть правильным. Ну, слушайте, вот в текущей ситуации, я же правильно понимаю, что просто деньги из более легального сектора, полностью легального сектора, просто перетекают в тени, условно. Да, совершенно правильно. Но при этом потребитель страдает от того, что ему приходится покупать это все значительно дороже. Цена поднимается до 50 процентов на алкоголь в эти дни. Ну, и самое главное, люди, которые, ну, не привыкли ходить в эти бары, тогда привыкли ходить в нормальные супермарки. Ему нужно, короче, вот зайти в это непонятное заведение, постоять в толпе каких-то непонятных. Если здесь своим запахом протухшего пива. Да, вот такая вот история. Слушайте, ну, вот несправедливо все в Забайкальском крае. Чего вы тут делаете все? Ну, продали бы свои супермаркеты, да вы уехали бы куда-нибудь. Ну, Андрей, ну, как я уже сказал, что у каждого своя судьба, своя дорога, да, своя религия. Вот, я хочу сказать следующее, что, ну, счастье, оно находится в голове человека. Если ты несчастлив в Забайкальском крае, ты будешь несчастлив и в Москве, и в Сочи. Это закон природы, понимаете? Если ты не умеешь быть счастливым сейчас, здесь и сейчас, в данный момент, ты не будешь завтра счастливым. От себя не убежишь, еще говорят. Да, это привычки, привычки, есть привычка быть счастливым, есть привычка быть несчастливым. Я знаю сотни, за эти вот, ну, десятки лет я знаю сотни людей, успешных там, самодостаточных, известных в Забайкальском крае, которые уехали в Москву, в Питер, в Сочи и пропали. У них проблемы, понимаете, какие-то. То есть, ну, нет у них счастья такого, как здесь. Потому что сейчас такая тенденция, в Америке люди живут, наоборот, съезжаются в города с численностью 300 тысяч населения. Это самый удобный формат для жизни. За день ты успеваешь сделать 10-15 дел. Ты успеешь встретиться с друзьями, в обед пообщаться с партнером, заехать в больницу. Утром можешь пройти по лесу, вечером пройти по лесу. Пожалуйста, бассейн купайся, пожалуйста, общепит любой, какой хочешь. То есть, здесь все есть. В Москве, я жил в Москве, я оттуда просто сбежал. Там за день ты успеваешь сделать два дела, и в одно ты опоздаешь. Потом я посчитал статистику, я взял среднее количество часов, сколько проводят жители Москвы в метро, и разделил на годы. И получилось, что ровно один год человек проводит в метро за 8 лет. Представляете, что они там теряют? Да они теряют год жизни за 8 лет. Я не хочу терять год жизни, я хочу жить полноценно. Понимаете, отдыхать, работать, развлекаться. И для меня Чита, это совершенно комфортная среда и стабильная, достаточно стабильная. А законы везде одинаковые. Короче, Юрий Викторович Бажин никогда не уедет из Читы, я так понимаю. Ну, я думаю, что никогда я отсюда... Я не собираюсь. Да, я планирую все свои дела, все свои стратегии, все свои планы, только начитую и только здесь. Ну, для того, чтобы съездить в Москву, это запрыгнул в самолет и слетал. И никогда не будете заниматься профессиональной политикой? Будете бизнесменом всегда? Политикой никогда не буду заниматься, буду бизнесменом. И вот я много занимался наставничеством для бизнеса, многим там помогал, давал советы. И вот я хочу дать нашим молодым предпринимателям очень большой совет. Ребята, те, кто уезжает из Читы, бизнесмены, у кого был операционный бизнес, у них операционный бизнес падает. Всегда падает и разоряется. Ну, в смысле, когда головы нету здесь? Да, если хозяин уезжает на пенсию в Москву, в Питер, в Сочи и оставляет здесь операционный бизнес, который требует операционного управления, этот бизнес начинает загибаться сто процентов. Поэтому идите в бизнес, начинайте, занимайте их ниши, понимаете? Поле непаханное совершенно в Чите. Именно в Чите можно быстро развиться, мгновенно развиться до среднего бизнеса. С малого бизнеса до среднего бизнеса самая благодатная почва развиться – это в Чите. Потому что только здесь происходит вот этот трафик, люди почему-то как сумасшедшие уезжают и теряют свою нишу. Они ее вам дарят. Берите, поднимайте, работайте, заходите. Ну, я честно скажу вам, что рад видеть вас сред коллеги. Спасибо, Андрей, за то, что пригласили. Это впервые в моей жизни и в такой солидной передаче участвовать. Я вас благодарю за приглашение. Да, я что здесь хочу сказать. Дискуссии – это и не один год про введение этих сухих законов на несколько дней и дискуссии про то, как регулировать деятельность этих так называемых баров, которые по большому счету круглосуточные магазины по торговле алкоголем. Много лет этой дискуссии. Мы постоянно в ней участвуем. И БАЖИН в ней постоянно участвуют. И журналисты, и политики краевые. Но мы, по моим субъективным ощущениям, никак не приближаемся к какой-то более или менее идеальной картине. Мы все время впиливаем эти сухие законы, которые не работают совершенно. Я здесь даже где-то с Юрием Виктором еще не согласен в части того, что он в принципе может работать. Но бог с ним. Раз уж вы придумали этот сухой закон, вы сделаете так, чтобы он в реальности был сухим законом, а не переливанием денег из красивых сверкающих магазинов в непонятные так называемые пив-бары. Поэтому всех, кто готов к этой дискуссии, я к ней призываю и приглашаю. Если вам есть что сказать, приходите. Мы обсудим это в редколлегии. Юрий Викторович, а вам еще раз спасибо за вашу позицию. Спасибо, Андрей, за приглашение. Пускай все у вас будет хорошо. И вам успехов. До свидания. До свидания, дорогие товарищи.